Слишком много земли для одного шалаша. Сегодня стало известно, что территория музея Ленина в Разливе не будет восстановлена в прежних границах. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на депутатский запрос. Я напомню, скандал разгорелся из-за передела земли. Если раньше закрепленной за музеем ее было чуть больше 8 гектаров, то теперь музейщикам предлагают оставить всего два. С чем последние явно не хотят мириться. Они эту территорию определили по фактическому пользованию. Как они определили это фактическое пользование, в которое не вошел зеленый кабинет, часть мемориального комплекса, и не вошел пирс гранитный. Получается, что из четырех объектов музейного комплекса не вошли в два объекта. 8,3 гектаров. Цифра не случайна. Именно в таком объеме в далеком 55 году прошлого уже века было решено выделить земли музея имени вождя пролетариата. О чем свидетельствует соответствующий документ, а именно распоряжение Совета министров РСФСР. В 2008 году начались первые попытки составить новый кадастровый паспорт земли. Однако работы затягивались, как вдруг неожиданно приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 апреля 2012 года были утверждены нынешние границы курортного лесопарка. О том, какое отношение Россельхоз имеет к этой земле, у многих вызывает вопрос. Я полагаю, что все-таки губернатора Полтавченко вводят в заблуждение. Скорее всего, у кого-то был интерес, кто-то застолбил за собой эти участки и таким образом постоянно футболят. А понятно, что иногда денег не хватает, потому что кадастровая съемка и оформление стоят дорого. Хотя для города, для своего же могли бы и как-то пойти на уступки. От партии КПРФ было сделано уже три запроса, по какому праву земля, находящаяся под охраной государства, потеряла этот статус. Теперь защитники Шалаша Ленина собираются идти в суд. По оценкам экспертов, в случае решения о застройке земель музея, стоимость этих 6 гектаров может составить от 6 до 30 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok